Сегодня мы делаем пельмени, которые умеют делать все, но у меня есть маленькие секретики. Первым делом, мы вчера я уже приготовила мясо, секретик мяса. Значит, во-первых, говядина, свинина и курятина, можно и дюшатины добавить. Все это обязательно, да, лук, чеснок, все это обязательно перемалывается на два раза, чтобы очень был такой нежный фарш. Ну и добавляется в этот фарш, смотря сколько его взять, на килограмм фарша, например, где-то грамм, 150 воды или молока. В тесте тоже есть особенность. Значит, я тесто для пельменей всегда делаю на молоке. Значит, на 200 примерно штук пельменей нужно взять стакан молока, одно яичко, муки, ну, на глазок я делаю, но, наверное, это берется сначала где-то три стакана. Не знаю, сколько. Наверное, полкило муки. Еще немножко. Так, вот разбиваем яичко, мало муки, еще надо. И стакан молока. Ну, у меня немножко больше стакана. В смысле, конечно, мало я насыпала. Количество немножко, добавим еще. То есть порядка четырех стаканов, наверное, надо. Я на глазок делаю всегда. И начинаем наливать молоко. Одну треть примерно. И потихонечку сейчас замешиваем. Можно это тесто, конечно, делать в миске. Но я как-то привыкла на столе, поэтому мне это так больше нравится. Потом это все уберется на столе, вообще не будет ни крошечки. Так, доливаем последнее молоко. И до конца вымешиваем до густоты наше тесто. Вот тесто у нас уже почти загустело. Теперь будем его вымешивать до нужной консистенции. То есть до густоты. Вот тесто вымешиваем до тех пор, пока оно перестанет липнуть к рукам. Если оно еще липнет, то немножечко муки можно добавить. Ну, немножко. Ну, вот тесто практически готово. У нас, конечно, его нужно, можно и на доске разделочной делать. Но у нас такой стол хороший, что я обычно делаю на столе. И практически ничего на столе не осталось. Поэтому ни муки, ни остатков никаких. И теперь готовое тесто. Вот такой кусочек складываем в полиэтиленовый кулечек. И в холодильник на пару часиков. Коты дожидаются пельменей. Тимочка и Тишенька. Раньше пельмени готовили целой семьей. Бабушка у нас была такая стрипуха замечательная. Вот она все это и научила. Вот маленькую мисочку откладываем, чтобы удобно было брать. Из приготовленного теста сейчас мы сделаем маленькие заготовочки для пельмешков. Так, это обратно мешочек. Тесто у нас выстоялось уже. Так, раскатываем. Ну это как обычно изготавливаются пельмени. Жидковато тесто получилось сегодня. Вот заготовили первую партию, но нам их много. Поэтому часть сочни мы складываем под мисочку, чтобы они не высыхали. И все. Остальные начинаем готовить. Ну, раскатываем, как обычно. Я люблю маленькие пельмешки, но потоньше. Вот, размер примерно где-то 5-6 сантиметров, наверное. И до пальчик вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Прямо один в один. Что-то штук получилось у нас где-то 200 с чем-то. Делается один счастливый пельмень. Или с тестом, или с какими-нибудь пряностями такими не очень хорошими. И кому он попадает. Иногда даже кладут денежку. Можно зуб сломать? Можно, да. Можно сломать зуб тогда. Итак, наши пельмени готовы. Теперь мы их будем варить, а потом кушать и пробовать, какие они получились. Вот, желательно их варить в большом количестве воды. И, конечно, хорошо посолить воду. Они немножко подборозились, потому что их складывали в морозилку сразу после изготовления. Вот, теперь сразу, конечно, надо как следует перемешать, чтобы они там не слиплись. И ждать, пока закипит. Когда закипит вода, подождать минуточки, 2-3-4. И потом налить стакан холодной воды до нового закипания. Как второй раз закипит, можно вынимать. Пельмешки готовы. Пельмешки закипают на второй раз. Сейчас мы их будем доставать. Тесто такое хорошее. Оно никогда не разваривается, которое делается на молоке. Поэтому это тоже такой секретик. Не на воде. У меня бабушка еще делала на чае. Ну, все. Все пельмени сварились. Теперь будем пробовать. Очень хорошее. К ним можно добавить майонезик. Хреновинку. Ну, кто как любит. Вот и все. Вот так вот. Продолжение следует...